МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он спрятался за спинами родителей. По-вашему, что надо делать? Наверное, надо обращаться, чтобы их отлавливали, куда-то пристраивали, потому что их очень много. И угроза реальная? Ну, страшненько, достаточно страшно. Эта девушка, называем ее Катериной, не захотела показывать в камеру свое лицо. Девушка испугана. Вот следы от ее встречи с бродячей стаей. Я смотрю укус. Да. В больницу будете обращаться? Да. Бешенство. Обалдеть. Страшно было? Да. Испуганные люди звонили по телефону 112. Обращались в полицию МЧС. Но так и не поняли, кто защитит их в подобной ситуации. Как пояснил нам депутат Тверской городской думы Дмитрий Нечаев, уже три года в нашем городе подрядными организациями не ведется отлов животных с соблюдением всех норм закона. К сожалению, надо признать, что уже более трех лет тверичи, по сути дела, один на один оставлены с проблемой безнадзорных животных. Да, действительно, уже много лет никто не выходит, никакие подрядчики не выходят на конкурсы по отлову животных. Но это связано с объективными причинами, потому что у нас очень сильно изменилось в 2018 году законодательство. Был принят 498-й федеральный закон. И если раньше подрядчик просто выходил, отлавливал животных, и потом не очень понятно, что с ними делал, а мы знаем, что часто уголовно даже наказуемые деяния происходили в отношении животных, ну, а и попросту убивались, что там говорить, то в связи с принятием 498-го закона уже совершенно изменились нормы. Работа с животными должна налаживаться гораздо по более сложной схеме. То есть они теперь должны вакцинироваться, чипироваться, дифференцироваться агрессивными от неагрессивных. Теперь допускается метод ОСВВ, это отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск во прежнее место обитания неагрессивных, подчеркну, животных. Вот теперь уже должны совершенно по-новому, по-новому должна настраиваться и вестись работа с животными. Конечно, когда происходят такие случаи, когда возникает агрессия животных, когда подвергаются опасности люди, дети, конечно, к сожалению, как я сказал, пока на практике эта работа в Твери, в нашем городе, даже в нашем регионе, она пока почти не организована, по крайней мере, со стороны органов муниципальной и государственной власти. Информацию о Бродячи стае в юности разместили в соцсетях. Написали о том, что собаки напали на играющего в песочнице ребенка. На это немедленно отреагировал региональный следственный комитет. С целью установления всех обстоятельств, изложенных в публикации средства массовой информации, следователям Заволжского межрайонного следственного отдела города Тверь, Следственного управления, Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области, организовано проведение доследственной проверки, в ходе проведения которой будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации, на которых возложена обязанность по содержанию территорий населенных пунктов и обеспечению безопасности граждан. Депутат Дмитрий Нечаев уверен, что нужно бороться не со следствием проблемы, а с ее причинами. Бездомные животные появляются из-за безответственного отношения людей. В сложившейся ситуации виноваты не собаки, а нерадивые хозяева, допустившие такое развитие событий. И, конечно, решение проблемы должно идти в строгом соответствии с действующим законом. Уже давно должны быть открыты приюты и работать служба отлова. Напомнил депутат Нечаев. Пока же горожане в экстренных случаях, увы, вынуждены защищаться, как говорится, подручными средствами. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Я, конечно, понимаю, что, с одной стороны, нужно соблюдать гуманность в отношении животных, а с другой стороны, если на вас нападает какая-то агрессивная стая в районе, и органы власти не реагируют, ее не отлавливают, даже если отловят, куда они ее денут, у нас пока приют не открыт, муниципальный или государственный, то сейчас можно посоветовать людям только защищать себя, например, покупать баллончики или какие-то электрошокеры, ну, лучше баллончики, наверное, перцовые, и просто себя защищать кто как может. Увы, это сейчас так. Ну и с другой стороны, мне не очень понятно, почему уже почти третий год у нас не работает приют, который мы построили по инициативе депутатов городской думы, построили за муниципальные средства. Хороший, качественный приют, его опыт даже за модельный, возможно, будет принят. Он получил высокую оценку депутата Государственной думы, председателя комитета по экологии Бурматова Владимира Владимировича. Я не понимаю, почему этот приют уже скоро третий год как не работает. Тут никто мне не может пока дать убедительный ответ, почему он не действует. Мы знаем, кого звать на помощь в случае ограбления, кражи, разбоя и других преступлений, перечисленных в Уголовном кодексе Российской Федерации. А кто готов экстренно прийти на помощь в случае с бродячими собаками? В архивах патрульной службы есть страшные истории гибели людей от нападения братьев наших меньших. Получается, что эта часть нашего своеобразного костюма безопасности остается открытой. Такой же, как и тема нашего сегодняшнего репортажа. Ситуацию прокомментировали специалисты Государственной инспекции по ветеринарии. Об этом завтра в патрульной службе.